Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Заключено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас Сегодня у нас в гостях Сопрано, оперная певица Юлия Васильева Здравствуйте Добрый день И Юлия как раз нам расскажет И о прошедших премьерах В которых она задействована в оперном театре А также о новых постановках И, конечно, о концерте Который состоится 26 октября Это концерт в ночи Музыка при свечах В церкви Святого Иоанна Начало в 20 часов Юлия обладательница лирико-колоратурного сопрано И это прекрасный голос Который задействован практически во всех операх Вот скажите, существуют ли оперы Ну, за исключением современных каких-то авторов Которые, может быть, для единственных голосов Где никогда не будет лирико-колоратурного сопрано Ну, я думаю, если мы говорим о героических ролях То, конечно, есть такие оперы Например, известнейшая Кармен Написана для мессо-сопрано Ну, там все равно есть Но есть роли второго плана Например, Фраскита Или еще несколько ролей Да, действительно, для них Но тем не менее, действительно, безе А еще какие-нибудь прецеденты есть Где главная героиня не сопрано? Ну, вот где вообще Я не могу себе представить сопрано Это Самсон и Далила Сенсанса Там главная героиня Далила Тоже обладательница мессо-сопрано И тенор Как давно Вы выступаете в оперном театре? Легко ли было попасть в труппу? Ведь все мечтают петь в оперном театре И это достаточно сложно Быть задействован во многих спектаклях Ну, так складывается жизнь певца Что она начинается не с работы в театре Она начинается именно с долгих лет учебы И этот ритм жизни певческий Он закладывается гораздо раньше Начала как таковой работы Когда Вы начали петь? Потому что оперные певцы Это, наверное, одна из самых поздних специальностей Потому что кто-то учится Многие даже вообще не учатся музыке Потом у них открывается голос Они начинают петь в 20 лет, например И учиться музыкальной грамоте И именно так Дело в том, что становление оперного певца происходит Оно начинается, в общем-то, только тогда Когда человек достигает взрослого возраста То есть голос становится взрослым И тогда можно судить о тембре голоса О его диапазоне и прочих характеристик В каком примерно возрасте? Для девушек это 18-20 лет, действительно Раньше считалось, что Ну, несколько веков назад, скажем так Что даже начинать профессиональное обучение Раньше этого возраста Не имеет никакого смысла Именно вокального? Да, вокального А у мужчин? У мужчин это примерно после ломки голоса То есть это индивидуально Ну вот По-разному, да? Да, по-разному Начиная с 15 лет 15, 16, 17 лет Я думаю, это тот возраст, когда я бы, как педагог, порекомендовала действительно задумываться Бывает такое, что голос открывается или приходит Я не знаю, как правильно это сказать Там, за 20 лет Или это всё-таки уже нонсенс Такое бывает, такое случается И я могу судить просто даже по себе Потому как я занималась музыкой с детства На чём вы играли? Я играла на фортепиано Как и многие другие дети Просто для общего развития, скажем так Здесь, в Рижской музыкальной школе, да? Нет, ко мне приходила на дом замечательная учительница Мы с ней проводили индивидуальные уроки В которых были фрагменты с альфеджио Там музыкальная теория Она что-то рассказывала про композиции, которые я играла Но это никогда не было серьёзно Вот так вот ежедневно, постоянно На многочасовые занятия Нет Более того, особого интереса к фортепиано я не испытывала И мы закончили занятия где-то в возрасте 11 или 12 лет После чего был определённый перерыв Вообще в занятиях музыки Но потом где-то вот в подростковом возрасте 14-15 душа запела и захотелось петь Я пошла заниматься тоже сначала в одну музыкальную школу Полупрофессиональную, потом в другую Пыталась искать по каким-то педагогам до тех пор, пока Вот я начала учёбу в 10 классе И пошла учиться в вечернюю музыкальную школу Это такой колледж Он находится здесь недалеко на улице Валдемара Я попала к прекрасному педагогу Луизе Александровне Андрушевич Которая долгие годы работала в филармонии И вот это тот момент, когда я поняла Что у меня вообще в принципе есть голос Помимо желания петь Потому как до этого я пела в определённом очень ограниченном диапазоне Больше эстрадную музыку, чем классическую А вот начав занятия именно там Появился интерес, появилось желание И началось какое-то развитие То есть вы пример того, что Не обязательно отдавать ребёнка в 6-7 лет в школу Мучить его на протяжении долгого времени Абсолютно И тем не менее добиться большого успеха Но, конечно, это не, скажем так, не норма И это скорее исключение из правил Это допустимо, пожалуй, вот в моей профессии вокалиста Что касается инструменталистов У них карьера и профессиональный рост начинаются гораздо раньше Мой ребёнок, например, с 5 лет занимается скрипкой И поэтому здесь я уж могу сказать точно Что чем раньше, тем лучше Но насчёт себя могу сказать Что без очень большого желания и упорства Наверное, я бы в конце концов не освоила тот багаж Который мне пришлось освоить, поступив в консерваторию Потому что туда пришли люди Со средним профессиональным образованием А у меня всего этого, конечно же, не было За 4 года учёбы я перелопатила всё Трудолюбие и упорство ещё в вашей черте Да, ещё некоторая доля упрямства Потому что я человек такой достаточно амбициозный Я не люблю быть где-то там в конце, в очереди То есть если я где-то, то мне надо быть первой Если уж так, то... У кого вы учились, когда поступили в академию? И сразу ли поступили? С поступлением в музыкальную академию связана одна забавная история Вот когда я училась в этом музыкальном колледже Заканчивала 12 класс Обычной рижской школы номер 34 Мои родители, как-то у нас в семье было так уже решено Что я пойду учиться на филологический факультет В Латвийский университет Я поступила туда, на бюджетное отделение И, в общем-то, совершенно спокойно уехала на каникулы отдыхать Перед этим моя приятельница, моя сокурсница в этой музыкальной школе Предложила пойти ради пробы сдать вступительные экзамены в музыкальную академию И я махну рукой, говорю, да нет, мне еще год учиться Я лучше подожду, да лучше попозже Она говорит, ну давай, пожалуйста, за компанию У меня последний год На тот момент в академию принимали вокалистов до 24 или 25 лет, по-моему Мне было 19 И она говорит, ну пошли, ну пожалуйста, давай вместе за компанию, как-то легче Ну вот пошли Я помню, как сейчас помню, я спела на вступительном экзамене Арию Сюзанны из «Женитьбу Фигара» Провалила совершенно экзамены по сальфеджио и теории Потому что я не знала и не умела читать листа, гармонизовывать мелодии и так далее И очень забавно показала себя на колоквами Я даже мысли не могла допустить, что меня вообще в принципе после такой экзаменации примут И потом в августе поступил мне звонок из музыкальной академии Почему вы, Юля, не приходите оформлять документы? Вас в свой класс взяла топовый педагог музыкальной академии Аня Тагарыч Я, вылупивши глаза, побежала бегом в эту музыкальную академию Быстренько оформлять документы Забрала, естественно, из ЛУ все, что там было И явилась домой с объявлением, что теперь я студентка музыкальной академии Фантастика То есть это какое-то проведение Какое-то проведение, какая-то случайность Что-то вот так случилось, я решила, раз вот оно так, значит это судьба Значит кто-то меня на этот путь вот взял и поставил Ну надо идти Ну и вот так я оказалась на первом курсе музыкальной академии В тот год, когда я поступила, убрали так называемый подготовительный курс То есть я оказалась на первом курсе с ребятами, которые были все старше меня У которых был реально опыт сценической работы и пения У которых было какое-то образование А я просто как зеленый помидор Во всей этой команде Но потом в классе великолепного педагога Да, да, и это был такой аванс жизненный, данный мне И я на тот момент старалась, и сейчас до сих пор стараюсь Оправдать эти возложенные на меня Получайте, что... На 19 лет поступили сразу в академию А когда была ваша первая роль в оперном театре? В оперном театре я дебютировала, когда мне было... Сейчас я сосчитаю... 26 или 27 лет Это была роль Донны Анны Уже более серьезный репертуар И с нее, в общем-то, начались мои... Мои дальнейшие движения и развития именно уже в театре в профессиональном плане Вас сразу приняли в театр или сначала были приглашены солисткой? Ну, у нас в театре вообще есть очень много разных нюансов и позиций Это наши внутренние моменты Наш театр один из немногих в Европе, который сохраняет по-прежнему труппу Везде, в Германии, в Австрии, все работают по принципу контрактов То есть на предстоящую постановку... На определенную постановку, да Да, приглашаются солисты, местные или где-то То есть все певцы, они постоянно ратируют по театрам, ездят и работают... Собственно говоря, живут на чемоданах Вот, я, поскольку человек семейный Мне важно быть на месте Для меня очень важно ощущение дома Крепости, какой-то стены за плечами Поэтому, ну, с одной стороны, мне очень хочется куда-то двинуться С другой стороны, я понимаю, что мне важно иметь четкую позицию там, где я живу Вот, и поэтому то, что предлагает наш театр, мне очень нравится, это мне подходит И я тоже, видимо, на что-то горжусь А расскажите о последней вашей постановке, которая недавно была Последняя моя работа – это роль Велды в опере «Имэнта Калныша» «Спэлэй у Данцуэ» «Играл я, плясал я» переводится так на русский Эта опера была написана в 1977 году На тот момент она была очень революционной Потому что в оркестровой, во-первых, оркестрация очень большая Оркестровка, да Он расширен Невероятно большой, мощный и громкий оркестр в этой опере Более того, туда добавлена бас-гитара Ага, то есть еще современный инструмент Да Просто электрогитара То есть это такая вот махина На тот момент, когда была написана эта опера Она вот действительно была революционной Поскольку вот в такой академической музыке вдруг вот эти инструменты появились Все это здесь, в Латвии При всем этом она очень имеет такой традиционный характер То, что в латышском языке называется «таутискс» Многие мелодии действительно звучат как переработка или цитата Народной музыки Вот такая вот эклектика, на мой взгляд, очень стильная Особенно сейчас она звучит очень современно С точки зрения музыкального языка Конечно же, при таком оркестре немножко осовременили и наше выступление Поскольку перекричать этот оркестр просто невозможно перепеть Нам дали микрофоны В позиции селения Да, немножечко это делается Плюс для того, чтобы достичь определенных эффектов Потому что помимо того, что усилен оркестр, усилен еще и хор В этой постановке поет наш оперный хор и еще и хоровый соло Вот такая вот глобальная с точки зрения музыки И очень глубокая и интересная работа режиссера Лаура Гроздибера Молодая режиссер из Латвии Делала уже вторую постановку в нашем театре Первая была опера «Емурате» Задаченная И вот сейчас вторая работа ее Она работает не только с точки зрения психологизма персонажей Внутреннего какого-то развития сюжета Но и все это перенесено еще и во времени И вот с точки зрения как-то политики Обыграно с разных сторон В общем, для тех, кто еще не видел спектакль Я расскажу о том, что действие происходит в 2013 году В тот момент, когда произошел пожар В Латвийском замке То есть во дворце президента Вот действие разворачивается именно в ту самую ночь Это было, по-моему, 20 июня Начинается все с того, что Лелда выходит замуж За не очень симпатичного ей молодого человека Которого зовут Зэмгус Сцена свадьбы, хор, люди И вдруг посреди этой свадьбы появляется главный герой Этой оперы Зовут его Тодз Игрок Который несет с собой свою песню, свою музыку Лелда видит его Это любовь с первого взгляда Но в этот момент появляются темные силы На этой свадьбе Лелду кусает вампир И она умирает Ох! То есть это та опера, где смерть наступает в первом акте Что нетипично, потому что обычно умирают у нас в конце Но здесь все как раз-таки начинается с этого Тодз Отправляется в подземный мир В потусторонний мир Спасать свою возлюбленную Так Орфей Спасал Агридику, да? Это немножко заимствованный сюжет И Райнисом, и Зейдуаннисом Которые являются авторами Либрета Но смысл примерно таков Тодз высвобождает Лелда из подземного царства Все как бы идет к счастливому финалу Однако, когда Лелда выходит на поверхность земли Оказывается, что не хватает трех капелек крови Для того, чтобы она жила И Тодз принимает решение пожертвовать собой ради нее Ради того, чтобы она жила Вот такая красивая история Когда в следующий раз будут постановки в оперном театре? Приглашайте наших слушателей Я точно знаю, что сейчас будет в конце октября еще один спектакль Или потом в ноябре, поскольку постановка новая Она будет идти довольно часто Должна сказать, что потрясающая работа художника по костюмам Кристины Пастернак В этом спектакле Хор одет так, что его можно просто все второе действие разглядывать в хор Кстати, в оперном театре действительно радует нас фактически с четверга по воскресенье Завтра будет постановка оперы Турандот Джакома Пучини 18 октября будет Раймонда 19 октября свадьба Фигара Вы в этой свадьбе Фигара поете? Конкретно в этом спектакле нет А вот 20 октября интересно тем, что для детей будет поставлена опера «Волшебная флейта» в 12.00 и 15.00 Я у вас хотела спросить, как вы считаете, действительно ли «Волшебная флейта» Моцарта может быть детским спектаклем? Потому что для меня, как для музыковеда, все-таки достаточно взрослый спектакль А вы наверняка знаете этот спектакль, расскажите Ну, пожалуй, так В постановке нашего театра «Волшебная флейта» несколько упрощена Она укороченная? Да, да Более того, насколько я знаю, речитативы звучат на латышском Это значит, что... А, понятно Да, что это более понятно детям Далее партия «Ночной королевы» тоже звучит в записи Ух ты Ну да, потому что это что-то очень сложное для исполнения Видимо, театр не может себе позволить на каждый спектакль «Ночную королеву» Поэтому пошли вот таким путем Неплохо, ноу-хау Почему нет? Ну, как сказать, да То есть, в принципе, это центральная ария оперы И очень жаль, что ее не исполняют вживую практически Ну да, в общем-то, это действительно один из главных персонажей Ну, вот так было решено и режиссером, и дирижером То есть, это все оформлено, обыграно Почему нет? Какие-то новаторства в театре Они всегда привлекают публику Тем более, что сейчас есть такие технические возможности Практически каждый спектакль имеет какие-то видеопроекции Какие-то записи, фонограммы, комбинации Они привлекают это от музыки? Ну, есть двоякие мнения по поводу этого Очень часто, действительно, если проекции активны Если очень много этого происходит в течение спектакля Зритель теряется Но если это умело использовано, со вкусом, с чувством меры То тогда это только дополняет картинку Дело в том, что зритель-то современный, он очень искушен Все имеют доступ к интернету, к телевидению Смотрят фильмы, яркие рекламы, клипы, картинки На постановке из больших театров Чтобы привлечь зрителя на реальное представление Нужно чем-то удивлять, чем-то дополнять Вот это один из способов Один из способов, да Ну и также в оперном театре будет еще балетная постановка «Пергюн» 23 октября на музыку гениального норвежского композитора Эдварда Грига Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу И вернемся к нашей передаче «Культурная среда» Ну и мы продолжаем нашу культурную среду И у нас в гостях прекрасная сопрано Солистка оперного театра Латвии Юлия Семенова Мы рассказывали о спектаклях, которые были И которые предстоят еще в оперном репертуаре А также хотели бы поговорить о концерте 26 октября Который состоится в церкви Святого Иоанна Яне Базница в 20.00 Музыка при свечах Концерт в ночи И там как раз Юля исполнит оперные хиты Это будут арии Джакомо Пучини Гаитана Деницетти Джузеппе Верди Так называемый стиль Бельканте Скажите, вот эти шесть арий, которые вы исполните Действительно ваши любимые? Или есть еще что-то? И что ждет публику на этом концерте Именно от вас, от вашего участия? Ну да, я могу сказать, что это одни из самых Вот прям самых любимых моих вещей Которые я очень люблю петь на концертах Так уж получилось, что Я сейчас вот прикидываю этот репертуар И получается, что ни одной из этих ролей Как целую роль Партию Партию я никогда не пела на сцене Это с одной стороны забавно С другой стороны очень здорово Но ария это такой концентрат персонажа В одном выходе Три, четыре, пять минут, может быть Где раскрываются именно И вокальные, конечно же, возможности данного певца И персонажа, ну и, конечно же, характер тоже Если говорить о Пучини То, в принципе, из ролей Пучини Я пела только Лио в Турандот А роль Мюзетты и Лауретты Это две очень хитовые такие вещи Которые часто исполняются на концертах Но вот на сцене целую партию мне не доводилось Исполнять Музыка Пучини Она специфична Есть прямо певцы, которые исполняют только Только веризм Ну, веризм, скажем так Это направление в музыке Конца 19 века И как раз Джузеппе Верди Когда услышал оперу Пучини Сказал, я могу спокойно умирать Потому что опера в надежных руках Конечно, это не дословные цитаты Но это показывает то, насколько один великий итальянец Можно сказать, оценил творчество другого И, в принципе, итальянская бельканта Это непревзойдённый постулат? Или всё-таки было создано что-то ещё в других культурах? Как вы считаете? Естественно, музыка Каждая имеет свои определённые характеристики Ну, то есть русская музыка Ей более характерна такая широкая линия, мелодичность Она и так же характерна для итальянского бельканта В итальянском бельканту, во-первых, очень много колоратур То есть это очень техничная музыка для певца Сложная Да, она сложная Виртуозная Даже медленные арии, они, тем не менее, всегда изобилуют Виртуозными пассажами, колоратурами В том-то и дело Если есть медленная каватина, то обязательно за ней будет стретто А стретто – это быстрый темп Это обилие колоратур, громкий конец И обязательно высокая нота То есть это такое некое испытание для певцов И также показатели их технических способностей То есть если в беризме, если в пучине можно выехать без мелкой техники То, что касается композиторов именно непосредственно бельканта Это Беллини и Деницетти, Верди в какой-то степени Там уже без... Такой подготовки технической То есть можно сказать, что к концу XIX века Оперный стиль и именно оперное пение немного упростилось С точки зрения вокального искусства Да, потому что опера стала развиваться более в сторону, скажем так, режиссуры, актерского мастерства Надо было быстро пробежать по сцене Долго красиво умирает, ну это что-то такое, если так можно сказать Почему вы выбрали именно такой репертуар для ночного концерта при свечах? Ну, я думаю, что мы выбирали репертуар вместе Ну, тем не менее, вы же прислали список, из которого выбирали То есть это ваши любимые арии? Это то, что всегда у меня очень хорошо удавалось Еще начиная со студенческих лет Колоратуры и высокий регистр голоса Это, ну, скажем так, были мои визитные карточки Или моим коньком Это то, что в голосе было Со временем, сейчас уже, голос развивается в более тембральном качестве Он становится более округлым, более полнозвучным Развивается середина, тесситурное голоса Но это то, что... Это вот мой козырь, который я могу показать Я хочу показать, почему же нет Я знаю, что людям всегда это нравится Более того, я как типичная сопрано Есть такой термин, знаете, драма-куин То есть мне нравятся драматичные произведения Где есть какая-то, ну, эмоциональная составляющая Трагизм Трагизм, ну, непонятно трагизм, но драма И вот в них во всех, все эти героини Они являются центрами, ну, больших таких событий, скажем так Поэтому мне нравится Я всегда представляю себе масштаб вот этого происходящего вокруг Это добавляет авторитета Насколько отличается для вас исполнение в оперном театре произведений, да? То есть вот партии Или участие в концерте, то есть сольный концерт Вот в данном случае будет в церкви Или в концертном зале Насколько разный подход и насколько разная подача голоса даже? Ну, первая разница, которую я могу отметить Это, конечно, то, что во время спектакля Ты находишься в образе на протяжении двух-трех часов И, естественно, существует какая-то сценография, движение Партнеры на сцене Это все в корне меняет исполнение Очень часто качество, ну, техническое, скажем так Немножечко может страдать именно из-за этого В концерте, конечно, люди приходят и слушают каждую нотку И у певца есть возможность более концентрироваться на вокальной линии Нежели на линии героя актерской Вот в этом, пожалуй, для меня и разница Я очень люблю петь именно в спектаклях Мне нравится проживать всю историю от начала до конца Стать героем Да Героиней Потому что, ну, нет такого, что ты берешь на себя и одеваешь вот эту роль сверху Нет, это все равно что-то внутреннее Это какая-то часть тебя проживает вот эту историю Ощущение законченности всегда после спектакля присутствует Концерты не всегда дают это ощущение Любите ли вы ходить на концерты классической музыки или на те же оперные постановки? Да, я часто хожу смотреть своих коллег Причем я очень-очень редко, не могу сказать, что никогда Но редко сижу в зале, я всегда иду на второй балкон Там лучше слышно Там дешевые билеты И как-то еще со студенческого времени я вот там себя чувствую хорошо Я там могу сидеть на лестнице Оперная дива сидит на лестнице и слушает своих коллег Кстати, как вы относитесь, когда коллеги слушают вас? Испытываете дополнительное волнение или этого нет? Или для вас каждый слушатель – это требовательный слушатель? Ну, конечно, когда в зале присутствуют знающие слушатели, это дополнительная ответственность Потому что каждую твою нотку оценивают и оценивают качество твоего представления Раньше я сильно стрессовала и волновалась по поводу выходов на сцену Сейчас уровень стресса упал в разы С опытом Не знаю, с опытом или просто с возрастом, или с чем это связано Но мне очень хочется всегда испытать вот этот адреналин Но не всегда он есть А как часто, кстати, вы выступаете в оперных постановках? Как часто? Ну, репертуар построен так, что спектакли бывают один-два раза в месяц То есть есть возможность подготовиться? Конечно Это не так, что мы каждый день в новые роли Не так, что у нас пять дней идут оперные постановки в театре Что каждый раз вы готовитесь И сколько времени уходит, несмотря на то, что уже была премьера То есть вы повторяете спектакль Тем не менее, сколько времени репетиционный процесс занимает? Если готовится новый спектакль, если мы говорим о премьере То это шесть недель репетиций Каждый день? Да, режиссерских Это очень интенсивный этап Вот сейчас подготовка с Пелой и Данцио заняла даже чуть-чуть больше времени То есть мы начали 12 августа, а спектакль вышел 26 сентября Это интенсивный процесс Репетиции каждый день Один-единственный день в неделю выходной Это понедельник у нас И мы репетируем с 11 до 2 дня и с 6 до 9 вечера Ух ты! Каждый день А потом, когда спектакль уже идет Обычно перед выходом это в лучшем случае один какой-то прогон Всего один? Да, это может быть оркестровая репетиция Это может быть репетиция с оркестром в малом зале Для подчищения, скажем так, музыкальных каких-то моментов А этого достаточно? Ну, иногда, когда спектакль, например, не идет год Такое бывает Включая летний отпуск Этого, конечно, недостаточно И ты сам, и партнеры забывают слова Какие-то мизан-сцены Вот, например, сейчас мы играли последний спектакль Дом Пасквали, это было неделю назад Последний раз он шел в оперный фестиваль в июне Конечно, мы немножко подзабыли Мы все переволновались И учитывая, что до этого был длинный репетиционный процесс Спелло и Данцию Одна репетиция Дома Пасквали И полностью перестроить и вокальный аппарат И вообще себя под другую музыку Под другую роль, под комедию Внезапно Ну, это сложно Но это наша профессия В этом и сложности И прекрасный момент 26 октября вы будете Мы будем вместе с вами выступать Я буду играть партию органа Но также одна ария будет звучать с гитарой Выступать будет Владимир Кудрин У вас был опыт игры Не игры, а именно пения с гитарой Как вы к этому? Ну, скажем так Я расскажу, может быть, еще об одной линии своего творчества Которая не связана с академической музыкой Очень давно я пою эстрадную музыку и джаз И, конечно, у меня есть опыт пения с гитарой И просто с фортепиано И на данный момент у меня есть свой небольшой ансамбль С которым мы выступаем на различных мероприятиях Исполняем музыку Скажем так, популярную Популярную, да В такой жанре есть evergreen, называется Это вечно зеленые хиты То есть это и французские, и итальянские песни И джазовые какие-то стандарты Поэтому для меня это не чуждо И мне очень близок вот этот импровизационный характер Этой музыки Я в ней отдыхаю То есть от вот этого канонического, академического пения Мне всегда нужна разрядка И вот это она Я ее получаю Я получаю невероятный такой кайф работы в живом режиме Когда не отрепетирована каждая нотка Вы творите на сцене Да То есть такая импровизация Ну и вот, кстати, я хотела наших слушателей Пригласить на гитарное трио Концерт состоится завтра, 17 октября В Daily Musicas Nams И будут выступать известные гитаристы Айверс Херманис, Каспар Деметис и Марцис Аузенч И у них в программе как раз популярная музыка Это будет также стиль фламенко Латиноамериканские ритмы И джазовая музыка В стиле джаз Конечно, это интересный концерт Начало в 19.00 Не обойдется и без симфонического оркестра В большой гильдии Симфонические хиты От Гарана Гора Это Чайковский, Ромео и Джульетта И что очень интересно Вариации в стиле рококо Которые написаны для виолончели Симфонического оркестра Сделали переложение для контрабаса И симфонического оркестра И солировать будет Оскар Баканов Вот такой интересный концерт Это Чайковский, Ромео и Джульетта И вариации на тему рококо Также завтра в большой гильдии 18 октября в пятницу Очень интересный фестиваль Латвийская национальная музыка В Домском соборе Латвийские органисты Исполняют очень много произведений Латвийских композиторов Это и Канненши, Тенненши, Земзарис, Домбис И Баладис, Эйнфилде И стоит отметить, что на протяжении всего октября Каждую среду и пятницу Будут проходить эти концерты Самые разные органисты Известные Это и Лариса Царькова Диана Яунзема Портная Она Цинтени Лариса Булова Вита Калнцем Лена Андрея Калнцем Айгорс Рейнис И очень многие другие органисты Для любителей латышской музыки Вот приглашаем на этот фестиваль А Латвийский концерт Приглашает также на фестиваль Осенней камерной музыки И в Доме Черноголовых 20 октября В 18.00 будет По-моему Просто уникальный концерт Виолончелист Жан Гаен Кейрос Исполнит все шесть Тюит Иоганна Себастьяна Баха За один концерт У нас вообще Иоганн Себастьяна Бах В этом году Наверное один из самых популярных композиторов Так вот на предыдущей неделе Я открыла большой цикл Все сочинения для органа Иоганна Себастьяна Баха В церкви Старой Гертруды И следующий концерт состоится 23 ноября И со мной опять-таки выступит Виолончелистка Ирина Валикжанина Которая на протяжении этого цикла Также исполнит шесть сюит для виолончели Но этот цикл у нас будет Протяженностью на два года А вот здесь прекрасный виолончелист Исполнит все шесть сюит за один вечер В 18.00 В конце ноября Также стартует Баховский фестиваль Под управлением прекрасной клавесинистки Айны Каунцеми И вот, кстати, я хотела спросить У Юлии Семен Васильевой Которая у нас в гостях Сегодня оперная певица Как Вы относитесь к творчеству Барочных композиторов Исполняете ли Вы их? Потому что действительно Это абсолютно разные стили Стиль, как Вы уже говорили Сегодня нашим слушателям Веризма Стиль бель-канта Русская музыка И эпоха барокко Конечно, это очень разное Просто вокальное искусство Ну да, это определенная Иная техника пения немножко Есть свои стилистические моменты Касаемо трелей или украшений Относящиеся именно к барокко Также звукоизлечения Более прямое такое Характерное этой музыки Так уж получается Что опера Барочная Она не так популярна То есть Ее редко ставят Гендель Или Монтеверди Это что-то, что редко появляется В В репертуарах театров Очень жаль Потому что Может быть редкий слушатель Может понять Специфику этой музыки Ее сложность И легкость одновременно Потому как достичь Вот этой филигранной техники Легкости исполнения Требует, конечно, Большого, очень Подготовительного процесса Во время студенчества То есть Пока я училась Я очень много пела Музыки барокко Она действительно Развивает Вокальную технику Здорово У нас есть целый Барочный оркестр Музыкальной академии Они делают Фестиваль В Рундельском замке Но лично Мне никогда не доводилось Петь Либо постановку Оперы барокко Либо в концерте Какой-то специфической Барочной музыки Очень жаль Мне бы хотелось Но тем не менее Вы исполняете арии То есть того же Пергалези Да Вот в прошлом году Был прекрасный опыт Стаббат Матера Исполнение С барочной скрипкой И в таком интересном Сочетании С аккордеоном Это было действительно Супер здорово Мне до сих пор С огромным Таким удовольствием Вспоминаю это И думаю Что нужно было бы повторить А может быть Что-нибудь еще В таком виде Исполнить И некоторые записи Которые попали Моим коллегам Вот с этого концерта Действительно высоко Очень были оценены И певцами, коллегами И также дирижерами То есть Всем очень понравилось Я думаю Что это еще Одна такая Ниша Которую Нужно было бы Освоить Ну вот Гендель Который На самом деле Действительно В Риге Достаточно Вернее Не то что Достаточно редко Можно сказать Фактически не ставится В России Сейчас пошел Ренессанс Барочной музыки И каждый Каждый месяц Можно услышать И в новом зале Заряди И в филармонии Московской Барочные постановки В концертном Исполнении Конечно Сейчас барочная музыка Чаще исполняется Именно В концертном виде Когда Не нужна Режиссура И это Позволяет И упростить Постановку И конечно Оперный театр Наверное Не каждый Может взяться За постановки Хотя известные Прекрасные постановки Галантные Индии Оперы Рамо А в то же время Оперы Арии Из опер Георга Фридриха Генделя Наверное Самый Популярный В концертной Практике Сложно Представить Себе Редкий Концерт И В церквях И в концертном Исполнении Чтобы не звучала Музыка Генделя Вот такой Парадокс Когда его Сейчас не ставят В оперных Театрах Но тем не менее С удовольствием Оперные Певцы Даже не владеющие Барочной техникой С удовольствием Исполняют В концертах Я думаю Что это еще Несколько связано Именно с сюжетами Этих барочных опер Потому что В основном Это Древнегреческие Какие-то Мифы В переложении Музыкальном Они Видимо Не совсем Современные То есть Люди хотят Видеть Реальных Реальных Людей То есть Именно тот Веризм О котором Говорили Что На сцену Должны выйти Человеческие Факторы Человеческие Страсти Драматизм Трагизм А барочная Опер Действительно Она более И мифологичная И не настолько Личная Но тем не менее Как раз Юлия Васильева Сопрано В оперном театре Приглашает вас На концертный И на постановки В оперном театре Которые в конце Октября Остаются И на На премьеры И также На свой концерт 26 октября Музыка Присвеча Где она исполнит Свои самые Любимые Арии Из Итальянских Опер Пучини Деницетти Верди Кого я забыла Кого-то забыла Беллини Беллини И также будет С гитарой Исполнено Произведение Ария Аве Мария Баха Гуно С Владимиром Кудриным Приходите на концерты Классической музыки И до встречи В следующую среду Нашей передаче Культурная среда Радио Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин